Город наш – это не столько концерт с вокальными номерами, сколько аудиовизуальная зарисовка о городе, в котором мы живем. В ходе мероприятия читали стихи местных авторов, а на экране были показаны фрагменты из документальных фильмов о Видном. Это город, город наш, который мы сейчас приветствуем, который мы любим, и о нем сегодня пойдет наш разговор. Это город наш музыкальный, поэтический, и, собственно говоря, на экране тоже будет город наш, строящийся. Со сцены прозвучали композиции в исполнении ученицы школы номер 9 Аделины Белой. Стоит отметить, что во время концерта состоялась премьера новой песни о Видном. Написана она на стихи поэта Натальи Власовой. Песен о городе Видном не так много. Основные темы уже обозначены, лирическая, так сказать, несколько пафосная. А вот такой шуточной, легкой песни о городе Видном еще не было. И вот мне так подумалось, что очень хорошо бы написать песню, которая бы звучала легко, празднично, танцевально, может быть, и с упоминанием именно каких-то наших конкретных реалий видновских. Слушая эту песню, каждый видновчанин узнает в тексте упоминания знакомых улиц. Также перед зрителями выступил сотрудник районного центра культуры «Досуга» Роман Овшинов. В его исполнении тоже состоялась премьера – композиция «Солдаты Великой Победы». Я ее посмотрел, увидел в ютубе, мне она очень понравилась. И я решил, что ее стоит добавить в свой репертуар. Мне нравятся особенно военные песни. Песни, песни минувших лет, Второй мировой войны. И эта песня стала, думаю, достойным дополнением в копилке моих военных песен. Историко-культурный центр уже давно стал местом, где собираются краеведы, любители творчества и просто интересующиеся историей города люди. Здесь все хорошее бывает. Мне все интересно, мне здесь все нравится. Это единственное место в городе, которое мне нравится. И я сюда постоянно хожу, интересуюсь. Я чисто ради интереса зашел зайти, посмотреть, что это вообще такое здесь за место, чем тут занимаются, что показывают, что дают. Выступления артистов, посвященные прошлому, настоящему и будущему Видновского края, стали настоящей музыкально-поэтической летописью и никого не оставили равнодушными. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Продолжение следует...